И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас вышел новый видеоблог, и я бы хотел поделиться своим определенным мнением, потому что есть довольно-таки интересная информация. Да, я не буду сегодня тут рассказывать про танковстречу, поездку разработчиков в Санкт-Петербург, в Москву. Не буду говорить про всякие кислоточки, которые сейчас у нас именно-таки турниры начинаются по соло. Что-то там говорили, что-то упоминали, но есть довольно-таки интересные вопросы, которые появились у меня лично, я думаю, что появились у вас. Возможно, попытаемся найти ответ на эти вопросы, возможно, что-то останется загадкой, но поговорим сегодня о новой войне, которая будет уже в начале следующего месяца, она будет называться Разрушительная какая-то там сверхнагибаторская война. Не знаю, с чем она там будет связана и с чем ее вообще будет есть, но довольно-таки интересный, наверное-таки, анонс. И я, честно говоря, по этому поводу надеюсь на то, что это будет не просто там, условно говоря, война, как была у нас сейчас в этом месяце. Про войну в этом месяце мы также поговорим, потому что есть определенные вопросы. И вопросы реально, ну, если не сказать, что печальные, то сказать довольно-таки опасные было бы, наверное, правильно. Но давайте я договорю сначала про Разрушительную войну. Ну, я надеюсь, что это будет не простая банальная война, которая была у нас в данном месяце, которая, ну, еще у нас проходит, да, там, три фракции, какие-то никчемные особо призы. И все. На этом все. Я надеюсь, что будет какая-нибудь потенциальная задача, а не там набитие этих звезд и еще и звезды, которые, по сути, еще не набьются у нас в этом месяце. И тут уже встает у нас определенный вопрос. Я вот так вот плавно перешел с одной войны на вторую. Встает у нас, ребятки, вопрос. Дадут ли приз всем тем игрокам, которые выполнят данную войну? Ну, по сути, выполнят, потому что набьют, например, 2200 звезд за краску Марс. Ну, я именно имеюсь данным таким вот нагибаторским игроком, который набил 2200 звезд, который имеет краску за Марс. Марс у нас именно таки лидирует. И дадут ли данным игрокам приз в виде 40 контейнеров недельных и плюс ко всему этому дадут еще шанс выиграть Нокию, там, какую-то, не помню, какой там марки, но, короче, какую-то там Нокию. Дадут ли шанс выиграть? Многие ребята уже сейчас задумались, блин, а если, если война не закончится, если не набьют 6 миллионов, так это значит приз не дадут. Я, честно говоря, тоже расценивал такую ситуацию и в какой-то мере, возможно-таки, у меня были сомнения, то что может быть такая вот ерунда произойти. Ну, если вы внимательно посмотрели данный видеоблог, а я на этом моменте сделал довольно-таки сильный акцент, то из слов Касима можно было понять то, что вне зависимости от того, закончится ли данный челлендж набитием данных звезд, я имею ввиду 6 миллионов одной фракции, приз все равно будет начислен, потому что, ну, по сути, это будет, ну, реальная габелла для проекта. Ну, сейчас явно не лучшие времена, и еще так вот просто нагло обламывать игроков, которые старались, там боролись, ну, не набили, да, данные цифры, ничего страшного, но так вот взять и обломать, я думаю, что в данный момент и отрезок времени, я думаю, что это был бы просто печальнейший провал, и я уверен более чем, что никакого облома не будет. Будет разыгран данный телефон среди победившей фракции, вне зависимости от того, набьет она данные 6 миллионов звезд или нет. Я думаю, что данный вопрос вам понятен, ну и второй, наверное, такой более масштабный вопрос, который также возник у меня, есть у нас превью, то, что у нас начнется разрушительная война. По челленджу ровным счетом не сказали ничего, и тут уже может возникнуть другой вопрос, а может быть это был последний челлендж, спросите вы меня, и задумаетесь, блин, все, челленджов не будет, никто ничего не сказал, но нет. Здесь я вам 100%, ну ладно, не 100, но 99% даю то, что челленджи продолжатся, ничего здесь сверх удивительного нету, то, что анонса такого нету, но было бы глупо, наверное, со стороны разработчиков просто вот так вот прекращать определенный вид заработка для себя и больше не делать акцент на этом. Да, можно было бы придумать какую-то суперскую, интереснейшую, вот эту вот самую разрушительную войну, но зачем им это делать? Зачем делать какую-то интересную разрушительную войну, если по сути можно просто сделать еще один новый челлендж, сделать войну, в которой победившая фракция опять рандомным образом получит по 40 недельных контейнеров, и вот вуаля, новый челлендж. Ребяточки, набивайте новый челлендж, и все у вас будет довольно-таки грамотно, прикольно и нагибаторски. Никогда себе даже мяч поставил под такую жесткую фразочку, вот так вот достойно у нас все это дело получилось, но все же я думаю, что есть шанс того, что у нас будет интересный приз в разрушительной войне, а не те самые 40 недельных контейнеров, которые имеются сейчас в нашей войне фракции, я не знаю, как она там называется, но в общем, короче, война планет, я думаю, что это будет более правильная фраза для данной войны. Я надеюсь, что будет у нас что-то более интересное, нежели то, что имеется у нас прямо-таки сейчас. Ну и, конечно, что касаемо челленджа, вы, наверное, спросите меня, буду ли я набивать новый челлендж как можно там быстрее или нет, стоит ли это вообще все дело делать, я думаю, что нет. Я думаю, что я не буду никуда торопиться, я, как и в этом месяце, не буду никого тянуть и никуда тянуть и ни за что тянуть, я буду просто спокойненько бить любимейшие наши звезды, потому что более чем уверен, что призы в данном челлендже не будут, никакие сверхнагибаторские. Да, я думаю, что я запишу еще один видеоролик, в котором завангуем мы, что будет у нас в новом челлендже. Вы можете, в принципе, и в данном видеоролике написать в комментарии, что вы думаете по этому поводу, какие вообще у нас будут призы, но я думаю, что ничего сверх такого удивительного нагибаторского у нас не будет, будет опять стандартно-дефолтный челлендж без уникальных, никаких призов, ну а просто с определенным заработком для разработчиков. Как-то так, чтобы добавить, я мог бы еще бы по данному видеоблогу, это то, что у меня созрела, например, определенная идея записи видеороликов, связанных с исключительно видеоблогом, именно просмотром его и вообще, возможно, самой реакцией на данный видеоблог. Возможно, это будет сразу же все невозможно, 100% это будет выходить с вебочкой. Что вы вообще думаете по этому поводу? Я, как вы видите, уже в последнее время пробую определенные какие-то новые форматы на канале. Я думаю, что было бы неплохо попробовать вот такой вот формат просмотра видеоблога с моей какой-то определенной реакцией на него, возможно, какими-то сразу же мнениями, чтобы я, условно говоря, не записывал вот в таком формате видеоролик, где я уже его посмотрел, данный видеоблог и рассказал для вас уже какие-то определенные моменты, а чтобы я сразу, сходу, посмотрев видеоблог, высказал свою точку зрения, которая у меня в данный момент времени именно-таки созрела в голове и, может быть, уже что-то интересное рассказать, да, может какой-то мыслью поделиться, и эта мысль будет еще и самая первая. Ну, было бы неплохо такие видеоролики выпускать именно-таки в то время, как только-только у нас появился наш видеоблог. Я не знаю, получится у меня вот прям четко в этот тайминг записывать видосы, выкладывать он на канал, если у меня не получится это делать, то, возможно, не будет такого сверх большого резона в этом, но я думаю, что мне, конечно, было бы неплохо знать вашу точку зрения по этому поводу, и напишите, пожалуйста, по этому поводу в комментариях, хотели бы вы увидеть данный формат. А я думаю, что для меня, лично для меня, это было бы что-то новым и что-то, возможно, интересным, если, конечно, в видеоблоге будут какие-то вопросы, там, я не знаю, не вопросы, темы интересные, а не просто там будет балаболить какую-то ерунду, там, типа, танкокоины скоро будут! В следующем видеоблоге мы расскажем про них, и в итоге в следующем видеоблоге говорят, что танкокоины выйдут, там, через пару недель, может, через одну, может, через три, и всё. Как-то так, да, я, честно говоря, по танкокоинам хотел бы услышать более точные ответы, да, что там сказали, сказали, что они скоро появятся, и то, что их будет чересчур сложно накапливать. Ну, это, как по мне, вообще было никаким не удивлением, а так и было понятно, что, условно говоря, если ты хочешь набить какой-нибудь определённый скин, не вкладывая денег, то тебе на это потребуется, ну, как минимум, я не знаю, там, пару-тройку лет, а то и, может, и больше, но точно это было бы не так, что, условно говоря, ты там выполнил пару челленджей, набил себе недельных контейнеров, и всё, вуаля! Ты набил жёсткое нагибаторское количество данных танкокоинов, и спокойнейшим образом уже себе там покупаешь скинчик один, второй, третий, ещё что-нибудь себе крутое, там, кристаллики приобрёл. Нет, конечно же, такого не будет, и для меня это было, наверное, таки понятным моментом, но, оказывается, кому-то было неясно. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, я в начале видеоролика, как всегда, ничего по этому поводу не сказал, поэтому, если досмотрели его до конца, поставьте, пожалуйста, палец вверх, поддержите меня, продвиньте данный видеоролик, подпишитесь на канал, ребят, если вы ещё вдруг не подписаны, ну, а также, ребят, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики и стримы, которые выходят у нас в 10 по МСК. Каждый вечер вы можете спокойнейшим образом прийти на наш любимейший стримчик и пообщаться, понагивать вместе со мной. Всем спасибо, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok